Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Прошлая торговая неделя завершилась с довольно позитивными настроениями трейдеров. Индекс ПСЕ, который регистрирует изменение цен расходов на личное потребление, зарегистрировал замедление инфляции в США. Американские фондовые индексы на этом фоне выросли, а вот доллар США – наоборот. Котировка индекса доллара, демонстрирующего положение доллара по отношению к корзине шести других мировых валют, завершила прошлую торговую пятидневку почти там же, где ее начинала, утратив все свои отыгранные в течение недели позиции. Трейдеры покупали доллар, воодушевившись заверениями главы ФРС Джоома Пауэлла о намерении поднять ставку еще минимум дважды в рамках текущего года. Однако в пятницу инвесторам сообщили о том, что общий показатель ПСЕ достиг самого низкого уровня почти за два года, а значит, причин для дальнейшего ужесточения политики в скором времени может уже и не быть. Вероятность еще одного повышения ставки на четверть пункта в сентябре снизилась до 21,25% и так для доллара прирост недели оказался незначительным – всего лишь 0,11%. График спустился под ключевой уровень в 103 пункта. В то же время в странах еврозоны абсолютно аналогичные противоречивые предпосылки для определения торговых настроений. Общая инфляция замедлилась до 5,5%, но базовый показатель все-таки поднялся до 5,4%. И тут трейдеры более уверены в дальнейших планах Европейского Центрального банка. Вполне очевидно, что ставку поднимут в июле и в сентябре, что и удерживает единую европейскую валюту от обвала. Котировку EURUSD консолидируется вблизи уровня 1,09. Британский фунт в паре с долларом еще недавно коснулся своего 14-месячного максимума у отметки 1,2850, но уже в течение прошлой недели котировка колебалась на уровне гораздо ниже пика у отметки 1,27. Инвесторы выражают обеспокоенность в наступлении рецессии после агрессивного ужесточения политики Банка Англии в последние месяцы. Хотя глава Центробанка Эндрю Белли заявил, что недавнее повышение процентных ставок стало отражением стабильности британской экономики и неожиданно устойчивой инфляции. В июне Банк Англии принял решение повысить ставку на 50 базисных пунктов и выразил намерение дальнейшего ужесточения мер после того, как макроэкономические данные показали, что инфляция в мае оставалась стабильно высокой. Однако, судя по движению графика пары фунт-доллар, инвесторы не разделяют этого оптимизма. Никаких сомнений относительно дальнейших шагов Банка Японии. Центральный банк страны восходящего солнца не меняет курс денежно-кредитной политики, несмотря на инфляцию выше целевых значений в попытках поддержать в непростое время местный бизнес. И это резко контрастирует с позицией других центробанков, где ставку повышают постоянно. И на этом фоне иена продолжает слабеть в паре с долларом США. Так, в рамках прошлой торговой пятидневки иена девальвировала до уровня 145 йен за доллар. Это то самое значение, когда в сентябре и октябре прошлого года власти Японии выходили на рынок с валютными интервенциями. Но пока политики ограничиваются интервенциями словесными, высказывая свое мнение относительно вреда слабой иены для японской экономики. Золото также обесценивалось в условиях словесных интервенций от главы ФРС Джерома Пауэлла, заявившего о еще как минимум двух повышениях ставок в течение этого года. Котировка даже нырнула ниже уровня в 1900 долларов за тройскую унцию, но пятничные макроэкономические данные США с расчетом индекса PCI вернули покупателей драгоценного металла на рынок и график скорректировался к уровню 1920 долларов. И, пожалуй, только нефтетрейдеры чувствовали себя более-менее уверенно в течение прошлой недели. Цена на североморскую нефть марки Brent стабилизировалась у уровня в 75 долларов за баррель. Нефтетрейдеры продолжают оценивать соотношения спроса и предложения, ограничивая движение котировки цен на нефть вверх, слабое восстановление экономики в Китае, опасения рецессий в США и устойчивый экспорт из России и Ирана. Также все намеки относительно намерения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики крупных центральных банков ослабляют рыночное настроение. Между тем, цены на нефть могут найти поддержку в третьем квартале, поскольку Саудовская Аравия фактически лидер ОПЕК, как ожидается, продлит добровольное дополнительное сокращение добычи на 1 млн баррелей в день еще на месяц в августе. Министерство энергетики США также планирует увеличить закупку нефти на этой неделе для пополнения стратегических запасов, ранее объявив, что закупит 12 млн баррелей. Таковы основные тренды минувшей недели. Не пропускайте наши ежедневные выпуски новостей, чтобы всегда быть в курсе самых актуальных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова